Правда, вот, ну, блин, вивер мне здесь не очень нравится, если честно. Вы сюда вместо вивера поставите Эперспиритову. Все, хорошо получилось. Да. Кстати, вот вы видите, ребята из Филиппин, очень интересная история такая произошла. Как только они выиграли квалификацию на Старладдер, их менеджер написал пост на Реддите на тему, что мы выиграли квалификацию на Старладдер, и нам немножко стыдно, у нас нет спонсора, у нас нет какого-то там, не знаю, зарплаты и так далее, у нас тупо нету даже девайсов. Мы играем там на каких-то дешевых клавиатурах, типа, не мог бы мне кто-то помочь связаться хотя бы с кем-то, чтобы хотя бы нам девайсы подогнали, потому что нам стыдно ехать. Ну и компания SteelSeries вышла на них, и вот видите, сразу же ребятам подогнали, скажем так, обеспечили их полностью девайсами, и, собственно, ну за это, наверное, им спасибо, я думаю, должны сказать. И филиппинцы и мы, ну видите, арену сверху, только что вы видели, немножечко людей ушло, скажем, куда-то пообедать после матча Na'Vi, но вообще абсолютно все места на игре уже Na'Vi были заняты, так что приходите завтра заранее, если вы хотите попасть, билеты на завтра все еще есть. Да и сегодня можно прийти. Да, да и сегодня можно прийти, то есть как бы у нас места хватит всем, приходите. Ну, на завтра билеты еще есть, их мало, но они есть, так что приходите пораньше, если вы хотите попасть и занять нормальное место перед завтрашними матчами, а завтра уже плей-офф. Ну что, Эмма Стоун играет на Скайросмаге, Джей играет на Диспрофит, Кимо, на Вичдокторе, и Фокс играет на Вивере, опа, Йол, конкассив шот, проблема у Йола, Фокс на него забегает, задули, Йол пытается развансовать стан Фокса и тут же получает каски, Йол пытается по тавру, должен уходить, должен уходить, да. Нечем больше останавливать, ни станов нет, ни замедления больше нет, в общем, да. Ну, было интересно, было интересно. Попытка была хорошая, да. Да, ну, Ив тут на Кентавре. Ну, по линиям мы были абсолютно правы. Жот, Йол и БЗЗ в лёгкость себе, Гуд в центре и Сидуха на Апаке будет в сложной линии стоять, вот, видит его Ив. Ну, вот мне здесь нравится, что экзакрэйшн трипа в сложную тоже идёт, это он как раз-таки... Стаки риск, чем ли? Да. Ну, это нужно было делать, других вариантов просто нет. Спектру нужно гнобить, если вы оставляете на фрифарме, потом будет очень тяжело с фивером пытаться спектру убивать. Так что здесь должен быть экшен на топливе, если что. Да, согласен, решение абсолютно верное, правильно все сделали и... Ну, как убивать спектру Угримага Дазла, это уже совершенно другой вопрос. Но стоять надо, стоять надо и надо как-то здесь пытаться выформить. Не дать фармить БЗЗ в первую очередь и поформить немножечко Фоксу. Вот основная задача, тем временем в миде у нас экшен, Джей и... Вот он фразбат для года. И опять Йол? Бегающий Угримаг вторую игру подряд. Он загонгировал четыре линии просто, как мы говорили, четыре линии в первой своей игре против Сикрет. Сейчас опять то же самое. Сделают ли выводы ребята из Филиппин с этого вот Угримага? Потому что, ну... Если он опять сейчас начнет бегать, убивать всю карту... Да, он уже этим занимается. Не, такой жесткий, в соло просто, не парясь абсолютно, бежишь и все. Ну, а что париться, все нормально, люди тебя боятся, по линиям прячутся все. Ну, единственный минус во всем этом для Виртуз Про, да, что на топе опаснее. Да, действительно, есть возможность сейчас в Угримаге пользоваться тем, что они играют против даблы, по сути дела, а не триплы. Можно залезать по тавор, можно тратить, и нужно это делать. В Спектре даже экспы давать, по идее, нельзя. Вот держит сейчас ее на расстоянии, конечно, это здорово. Ой, там в миде опять проблемы, ой-ой-ой-ой-ой. 100 хп оставалось, у экзакрэйшн. Джейя? Ну, первого левела статиклинг сейчас будет, второго будет еще хуже, я не знаю, будет ли он его максить. Ну, опять-таки, Йол продолжает напрягать мидера, в первую очередь, это, конечно, правильно. Джейя здесь очень тяжело, у него нет демджа, у него нет регена. И к тому же он вынужден там обузить как-то банку и так далее. Ну, а Года тут с двух сторон пытается стрелять, Года говорит, окей, буду воевать с двумя, ничего страшного. Вот руна, конечно, неприятно не досталась, но, в принципе, нижнюю можно законтролить. А вот нижняя тут Йола, и нет, вот ее забирает, не отдает Году, а что Году, наверное, пока еще не надо. Хотя ошибочно, наверное, надо было все-таки сходить Сереге на нижнюю руну и забрать в банку. Ну, что, ну, сейчас регенчик-то закончится. Крипочек пропускать не хочется на линии. Это тоже, это жадность. Жадность так на топе. Эмма Стоун на Жотма, у Жотма проблемы. Фокс на него, Жотм пытается выхилиться. Есть, у него Грейвчилл, ждет до конца, вот он Грейвчилл, полетели каски, тут же Спектра. Жотм... Тычка последняя, да ладно, и умирает он, отлично, но... И Спектру дальше гнать можно, или нет? БЗЗ дерется против Фокса. Фокс пока первого уровня, всего лишь у него... Кучит? Инвиз, да, и... Ну, что-то, что-то, ой-ой-ой, как далеко забежал БЗЗ, отдает даггер еще по двоим. Сюда есть уже телепорт, забегает Жотм, будет БЗЗ, пытается сейвить. У него есть хил, так что БЗЗ он выхилил в конце. Да, выхилил у Фокса, проблем, Фокс погибает. Эмма Стоун дерется с БЗЗ до конца, очень битый, но проклятый. Ну, там хилочка еще есть, у БЗЗ. Да, 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 надо хилить. А почему не хилиться, БЗ? А, все, он заюзал. Лол. Он как-то неудачно заюзал хилочку. Это какой-то полный лол, потому что у Жотма был хил, и там была хилка у БЗЗ, и в итоге у нас получается, что зарабатывает такий Skyrims, этот фраг, да, его разменивают, но это вот плохо получилось. Ой, там еще и гонят, и Йола, пришел сюда Фокс, настреливает, джимминт-атак, подхиливает Жотом, хорошо. Еще кучей не достал. А почему же не побежал дальше? Ой-ой-ой. Чуть-чуть его не хватило. Вот это экшон у нас на топе, конечно, пошел такой сразу. А ручонки-то дрожат? Да, да. Матраж чувствуется, ребята из X-X-X. Ну и УВП, то есть как бы грубейшая ошибка, да, что не выхилили здесь пик-тру, как-то там получилось, ну, понятное дело, там в деревьях потерялся и один, и второй, но как-то Жотом там должен был. Должен был все-таки спасать своего тиммейта, но, как мы видим, не справился с этой, казалось бы, очень легкой задачей. Бывает. И опять проигрывается контроль за руну года. Опять-таки он вынужден оставаться со своей банкой, оставаться без маны и обузить, опять-таки, банку с помощью курицы, что есть неприкольно. Да, ну, хорошо, что активизировались, наконец-таки, суппорту и экзакуриэшн, начинают бегать. Видел, какая курица угода. У него хаски, Спартак. 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 Хаски за Даски, это за саммита. Курьерчик, хороший курьерчик, я тоже его юзаю сейчас. И вам рекомендую. Мы вообще не смотрели ни разу на нижнюю линию. Вот, и я о том же. Да, стоят тут два персонажа друг против друга, крепочков добивают, и все, у них спокойно, все хорошо. Такие миротворцы ребята. Седой, 22. Оп, оп, Седой, Сайленс, Конкассив, Станчик, Дабл Эдж и Минус Седой. Жидкие такие аплодисменты в зале. Три фаната команды Экзакрейшн с Борщаговки тут пришли, болеют за них, но... Подожди, сейчас начнутся какие-нибудь минус пять, и все, там зал будет просто стоя аплодировать. Посмотри. Пять минут игры за нами, 3-3. Пока были у нас кое-какие там опасные моменты на топе, вот такие вот взрывы, скажем так, накаты волн. Ну, но в общем игра идет спокойно, очень даже спокойно, я бы сказал, может быть слишком спокойно. Да и очень равный идет, между прочим, так вот побегали с суппорта одной команды, сейчас бегает с ковров маг, который сейчас этих мест оказывается на мидлейне. Правда, год не теряется против твоих, воюет. Ну, года очень много дэмэджа, сейчас 84, правда, она получала серьезно. И это дэмэдж им удевать просто некуда, банки даже нету, потому что банка летит как раз-таки в курице, очередной раз уже домой обузится. Поэтому уходит Серега, пока у него есть дэмэдж, пытается где-то, может быть, там в лесу что-то нафармить, ну, или даблспа, даблспа, ну, будет делать даблстаки здесь, я так понимаю, но маны же не хватит. Ну, просто сделать стаки, чтобы они были, да, может, не самому сфармить. Ну, пока курица прилетит, все равно заняться фактически нечем. И опять, и опять контролят руну, вот, вот, AAP очень хорошо работают на руны. На топ-лини как раз-таки там, нижний руну вообще практически не чекают, а вот на топе всегда играют. Все забрали руны, все четыре, на нулевой, второй, четвертый, шестой. Ну, кстати, пока у экзекрэйшн план-то работает, то есть трипло они сложно отправили, задача была загнобить спектру, спектра доступа, ну, такого прямого, скажем, крипам не имеет. То есть фарм достаточно такой относительный получается за 16 минут всего лишь. Пускай так, спектра по сути загноблена, по сути. Ну, по фарму, да, то есть, конечно, 1-1-1 у неё стат, могло быть и хуже, но фарма действительно хорошего нет. С линией лёгкой при трипле фарма должна была быть... Канкаси в БЗЗ, влетает Фокс, есть Стампид, здесь же у нас Кимо, проблема БЗЗ, есть телепорт, и вот надо задуматься, надо задуматься, стоит ли драться. Прилетает Седой, отличный Дримкоил, БЗЗ на развороте идёт за Фоксом, хило у Кимо сейчас, конечно, не хватит, но это минус 1. Разводил очень хорошо БЗЗ сейчас, и будут гонять Фокса, у Фокса третий Шепучи, удар достаточно маленький, так что спрячется. Да, ну и вот так вот, хорошо сыграли ВП, здесь хорошо и вовремя прилетел пак, ой-ой, Эмма Стоун, там у пака просто-напросто нету блинкапа, какой блинк, седьмая минута игры, откуда? Да, ну если был бы там фрифарм, то возможно и появился. Так пока ПТ и тысяча монет. В целом вот мы уже увидели, что Virtus.pro Offlaner начинает потягиваться к каким-то замесам, к каким-то перемещениям, а здесь у Execration товарищ Эве просто стоит и фармит, но он ждёт своего артефакта. Ну и заметьте, вот эти вот побеги двухголового тоже у нас в принципе прекратились, то есть не так полезно, как против Сикрет отыгрывает у нас игрома. Так заметно. Да, да, да. Там против Сикрет, конечно, у него получалось вообще всё, а Спектра у нас покупает урну. Это будет такая вот боевая Спектра, которая будет драться. Да? При каждом, скажем, нажатии своего ультимейта у неё будет зарабатываться примерно один заряд там. Ну, достаточно распространённое решение, в последнее время часто точно закупается такой артефакт на Спектре. Да, Лода любит это дело делать. Опять-таки любят Alliance играть с тем героем. Ну и не только они, понятное дело. Ну что, а EYP? Надо продолжать как-то триплу-то давить, потому что трипла у них действительно выиграно. Спектры 21.5, 31.8 у Вивера. Саппорт не получали левел. Сейчас, чтобы выиграть этот триплу окончательно, нужно подождать Кентавра. Вот ему осталось немножечко, совсем чуть-чуть, и он потянется. Я уверен, что он придёт и будет пытаться уже врываться, помогать своей команде. Просто один хороший врыв действительно под Стампидом, и можно делать там минус три вообще без размена. Это будет круто. Но что, будет пытаться Седого убить? Здесь стоит у нас... Ну, вот тут убить. Как ты его убьёшь? Вот так вот Стампид, Седой. Сайлэнс хороший, но... И что дальше? Нет, и ничего ему здесь не поможет. Конечно, но можно забирать Эва, да. Гот, Гот, Гот! И Гот сейчас просто-напросто... Да, вот это ситуация, конечно. Просто анлак, вот по-другому это и не назовёшь. Да, Джей просто передаёт привет. Джей, молчаливый Боб. Джей и молчаливый Гот у нас тут получается. Вот так вот 2 в 1 и 5 в 5 счёт. Даблкил делает Банша. Для неё это, конечно, очень нужное количество денег, потому что зарабатываются сразу деньги фактически на ветра, и прям всё очень отлично. Да и в топ-панатвор сразу прыжок такой хороший. Да, да. Ребят, вы там писали в Твиттере, что по поводу не давать информации слишком много. Ребят, все команды сидят в Soundproof наушниках, в которых не слышно ничего. Тем более мы стараемся не давать много информации, но Soundproof всё равно работает. Йол, Йол в Слоуе, за ним Фокс до конца. Ну вот там Даззл бросил Виви, стоит ли бежать за этим Йолом. Он толстый, блин, один из Кермора. Да и сцепить особо-то нечем, то есть есть единственное, что каски. Ну и на этом, в принципе, вся инициация заканчивается. Здесь нужен Кентавер, без Кентавера вообще никак. Сколько ему там осталось? Всё, у него уже есть всё. У него уже всё есть. У него уже есть возможность, и сейчас мы будем наблюдать за этой самой возможностью. Значить, номер один, конечно, уже поймает Спектру и пытаться её убивать. Она уже апнула себе левел 6, то есть имеется Хаунд. Так что если что-то начнётся, Спектра всегда будет в теме, всегда потянется. Ну поэтому надо в пятером как-то IP находиться, да, чтобы не было ей куда убежать. Вот спалил там уже Кентавер свой блин, когда добивал крипал в лесу. Но Тавер IP забирает, забирает без боя, опять-таки Virtus.pro боятся, потому что там есть блин. Ну и вот такое вот начало, очень активное, очень хорошее начало от Interactive Philippines. Ну и посмотрим, что дальше они будут делать. Да, ну мы уже видели, что ребята эти умеют, хорошо начинают. Они очень хорошо проводят стадию лейнинга, начальную стадию вот этого. Лишь бы потом делали правильные действия, собирали правильные артефакты и, скажем, игру доводили до ума. Ну что, стоит отметить, что буквально минуту назад призовой фонд этого сезона перевалил за отметку 270 тысяч долларов США. Спасибо всем огромное, опять-таки, кто приобретает билеты и компендиумы. Без вас этот турнир, конечно, бы не состоялся. Атака на годов. Под Сайленсом разобрали очень быстро. Такой хороший вывод получился. Так, Ultimate. TP-out. Очень классное решение. Сайленс по двоим просто улетает отсюда один. И сейчас с Джею, в принципе, тут все равно. Слушай, а шикарно отыгрывают же. Да, да, Кентавр дает о себе знать. Первые стампиды, первый врыв на тагере. И вот они пошли фраги. Ну, а спектр и урна тапок. Да-да. Неприятненько, скажем так, в то время, как у Вивера есть уже там ПТ-шка, есть базилка, есть деньги. Да, у Кентавра мы уже видели, у Больши тоже все хорошо, нормальный мувспид. А вот как только появится еще и 6-й левел у Вич-Доктора, вообще Virtus Pro будет неприятно. Ну, у них спектрой, конечно, задача номер один на фарме, тебе необходимые артефакты. Для этого нужно дать пространство БЗЗ. А для этого нужно вчетвером собираться и тоже пытаться как-то гангать. Потому что сейчас активных действий от Virtus.pro особо-то не видно. Они скорее больше с позиции обороняющихся играют. Да, пока нет. Ну и вот он графич. Три с половиной уже ведут и три тысячи по XP ведут ребята из AIP. Но сейчас надо развивать свои преимущества. У них есть банша. Нужно забирать вышки. Потому что сейчас Virtus.pro очень тяжело дэпить эти сами товара. Просто как-то по-правильному их надо забирать. Вы правильно по кулдауну собираетесь вместе и просто давите. Да. Достаточно все просто. Кстати, если посмотреть так на миникарту, видно, насколько зажато Virtus.pro. То есть где они располагаются, где они фармят и где фармят ребята из Ezekeration. Чувствуется, что давление есть. Ну вот он, пошел. Экзорцизм. Ох ты, Жотом на пол хп. Один крипс форм. Подняли вью. Саленс. Без шанса. Фантастика. Браво. Браво, Джей. И надо забирать вышку. То есть сюда поставился Жотом. А можно даже и попытаться две. Ну, правда, против Кэши сейчас про юзан. Там закончится экзорцизм. Правда, будет несколько секунд. И второй тавер можно даже чуть-чуть подамажить. Да. Никто им в этом не помешает. Абсолютно. У них есть крипы. И почему бы и нет. И это будет уже третья вышка для VPN. Правда, вряд ли ее здесь добьют. И AP. Ну, нужно, наверное, все-таки им поосторожнее действовать. Но они продолжают делать именно то, о чем мы врили с тобой. Да иди, да иди. Я прямо даже сюда сижу в наушниках. И я даже сюда слышу, как ребята на сцене друг-друг дают инфу. Очень громко они общаются. Но это опять-таки пережитки азиатских лана. Вот азиатские ланы, если вы никогда не видели, вы погуглите где-то или полосите по сайтам разнообразных, там из геймера и так далее. Как проходят ланы там где-то в Азии, где-то в Сингапуре или на Филиппинах или на Таиланде. Это просто фантастика. То есть там какое-то понятие, как TeamSpeak, либо что-то такое, оно отсутствует напрочь. Все играют без наушников. И вот этот вот трэш. Когда-то была статья на Reddit, опять-таки была ссылка на нее про самый трэш-ток матч в истории турнира. И там где-то в Китае был лан, где они сидели прям друг напротив друга. И там чуваки чуть не на столах сидели. Минус БЗЗ. Вот это да. Еще один стампид, еще один врыв от Кентавра, еще один фраг. Но на этот раз убивают Спектру, это огромнейший плюс. И так фармы не было у этой Спектры, так еще и ей умирает периодически. Да, 1-2-2 уже и все хуже и хуже дела. А у Доктора появляется левел. Так, полетели каски, у Йола могут быть траблы, подняли его. Сейчас будут задувать, будет ли Сайленс. Сайленс не сперлетает, Дезвартс минус Йол. Отлично. Филипинцы сейчас на очень правильном пути. Им ни в коем случае нельзя останавливаться. Потому что здесь одна ошибка может накрыть абсолютно все планы. И вот этот появившийся только что артефакт, он может очень сильно помешать АЭП. Может быть, как раз таки и этого артефакта ждали. Виртуз Про все это время. Ну, долго. 15 минут, да, согласен. Ну, там какая ситуация была, что Пак первый пошел помогать своей команде. Кентавр не уходил. Есть ТП. Будут пытаться драться. Йол, станки МО. Но Тавр уже потерянный. Нет смысла здесь драться вообще никакого. Конечно, конечно, конечно. Продолжают давать очень громко инфу филиппинцы. Так, Пак прыгает. Сайленс. Тут же ультимейт. Отличный ультимейт. Просто по всем пробивает. Спектрап прыгнул. Спектрап прыгает прямо в Кимо. Его разваливает моментально. Седой будет пытаться убить ему Стоун. Здесь Джей очень-очень-очень приседает. Да, Джея. Зарвали. Но размен все равно идет. 2-1. Джей по-прежнему жив каким-то чудом. Я думал, он уже взорвался. Он живой. Да ладно, Пак. И это 4-2. Это 4-2. Седой. Надо ему быть осторожным. Потому что если он прыгнет на Кентавру, он еще умереть может. При всем при этом фармит просто вивер. И он клал на все эти... Лол, эта драка без вивера была. Это 4 на 5. Они выигрывают 2-4 эту драку. Пак. Пак пытается убить ему Стоуна. Седой до конца. Иииии. Отличное решение. Вот это соу-класс. Доля секунды. 1 десятая секунды. Фантастика. 13-7. Шикарный драк. Как выжил Джей. Я его уже похоронил. Я думал, все, он уже лопнул. Драка без него. Он успевает себя заиулить. И в итоге остается в живых. Наносит еще немножко демеджа. Ну а вивер за это время делает царап-царап уже Т2 таверу. 8-7. Денег, короче, очень-очень много. Вообще БЗ таки выполнил. Свою первую миссию. Свою первую задачу. Он урну зарядил. Красавчик. Все, урна есть. Это плюс. Это плане победы. Вот 1-3-4 это плохо. То есть урна это очень хорошо. Но Спектра на шестом месте по нетворцу это печаль-беда. Ну почти как суппорт, да. Да, то есть так, конечно, игры тяжело будет выиграть. Три вышки уже забрали IP Virtus. Про понятное дело про товара пока даже не думали. И вот сейчас надо устраивать игру такую, как любят устраивать у нас Alliance. То есть вот этот вот пацан, он должен на линии оставаться просто постоянно. Ничего не делать. Минус Спектра на топе. В миде Йола поймали через Дезвард. Йол пытается убежать. Йол спрятался. Вышел. Погибает. Гот. Там теперь не атака на топе. Скавров мага все-таки подрезали. Есть фраг для ВП. Очень нужный фраг. Ну 2-1. У Спектра погибло. Ну да. Спектра погибло. Размер опять ужасный. Но все равно я имею ввиду, что им надо сделать хоть один фраг. Как-то почувствовать, что блин, мы все еще в игре. Потому что сейчас AAP просто настолько давят. Вот то, о чем мы говорили весь этот день. Это ребята, которые не берут супер керри героев. Это ребята, которые берут простых героев и идут, бьют лица. И об этом знали все. Да, но в первом своем матче они немножечко подзадержались, скажем, подзабыли, какая их цель. Но не забываем, что они играли с NAVI. Ну с NAVI играли, да. Там и имя давит, и люди здесь кричат, помогают всячески, да. Но здесь уже видно, что поняли, что не надо что-то бояться. Нужно просто играть свою игру. Отличный фраг. Теперь Fiverr'а, правда, убили. Ну, вынуждены были потратить целых 2 варда, но действительно Fiverr'а все-таки достали. И это самое главное, что не дали ему собрать сферу. ВП надо успокоить как-то, вот как-то поумерить вот этот вот атакующий пыл. Потому что, понятное дело, что на 30-й и более минуте, там, да, 35-й, 40-й, ВП уже будут разваливать ОГОГО. Если нафармят артефакты, да. Ну да. Тут нужно при этом, да, присмирить противника, еще и нафармить самим. То есть очень много задач в Virtus.pro, и как с этим справляться, непонятно. Тем более, что противник туда и останавливаться не собирается. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, что будет покупать Death Profit из Point Booster? Ну, Bloodstone, я надеюсь, я очень надеюсь. На что еще, может? Не знаю. Знаешь? Не знаю. Я этих филиппинцев не очень хорошо знаю. Появляющиеся Point Booster сегодня в инвентарях разнообразных команд меня сразу же напрягают, да, и разочаровывают. Ну, кстати, артефакт нормальный. То есть зашел. Все окей. Да. Итак, продолжаем смотреть игру, и действительно очень интересно, чем же это все закончится, потому что на данный момент... Вот так вот. Ой. Смотри, что купил Седой. Это правильная идея. Это правильная идея, потому что есть Dazzle. Действительно, Dazzle... Боже, есть Dazzle. Есть Witch Doctor, которого надо очень быстро убивать. И как это правильно делать, не совсем ясно. Это, опять-таки, Beaver, так. Спектру, опять-таки, пережарили у нас, просто без шанса не били. Ну, лол, ну, нельзя вот так отдаваться. Пятый раз подряд уже умирает. Это слишком много. И здесь просто падает тавр без боя. Как бы... Ну, да, ДП ультануло, но, опять-таки, то, что Спектра умирает просто от двух героев, это очень плохо. Ну, а как ему жить? Смотрю вот на этот закуп у Спектры, на 20-й минуте, конечно, такого давненько я уже не видел. Даже при самых худших раскладах для Спектры обычно она выфармливает себе, ну, хоть один какой-то артефакт. Вангварт там, в конце концов, если... Ну, хоть что угодно. Диффуз начало, хоть что-то есть. Яша. Сильно бьют. А тут... Бывает. Да, 16-9 на 20-й минуте. Графики. Вау! Вот так вот по деньгам и вот так вот по Икспе. Этого, я уверен, мало кто ожидал. Я уверен, что если дойдет до ума, то действительно много рарочек отправится в небытие, скажем так. Но давайте просто смотреть. Ну что? Фокс. Фармит пока на нижней линии, но на него будет рваться, конечно же, есть Сайленс. Постали сентривар, Дримкоил. Вот, вот. Дагон. Круто. Дагон разрешает вот так вот убивать. Это пока работает. То есть, экзеквейшн сейчас увидели. Ага, ребята, у нас тут четвером гангуют по одному. Ну, давайте соберемся вместе. И я не думаю, что пока уже так комфортно сможет рваться и там догоны свои на лево-право рутовать. Но ВП забирает фраг, забирает важного героя, забирает тауэр. Первый тауэр для них в игре. Это деньги. Учитывая, что они проигрывают десятку, это очень важные деньги. Которых им, ну, капец как не хватает. Там хватает самый БКБ году собрать. И что там у пака. Ну, понятное дело, здесь награды. В спектре. Ну, вот будет ли он сейчас устраивать вот этот вот момент, что, ребят, я жду 3800 и мне все равно. Или же нет. Ну, даже если он купит радианс, это будет очень-очень поздний радианс. Ну, сразу же, откровенно говоря, это 35-е будет. Ну, не раньше ни в коем случае. Ну, 35-е может быть раньше. 35-е, это как-то ты прям вообще... Ну, смотри с таким фармом. Ну, смотри, сколько денег. Нет, если его продолжат убивать, да. Ну, стоп, а их закрышься, не останавливаются. Смотри, поднимает Юл. Влетает. Стампит. Мистик Флэр есть. Хорошо. Бак хорошо прыгнул. Спасает ВЗЗ. Дескварт. Гот там под ВКБшечкой пошел нарезать. Правда, один. И никто его не поддерживает. Гот разворачивается, уходит. Разобрали Вичдоктора. Смотри, в итоге в АП-то без потерь. Все правильно делают. Там до конца дрался Седой с Вичдоктора. Получился у него стан вива. Поджигает его. Кидавра проблемы. Пак, Сайленс, догон. Минус 2. Ну, и тут надо уходить Седому. Надо уходить Седому. Ультимейта Джея. Проблемы также у БЗЗ могут быть. БЗЗ спрятался. И Гот пытается догнать еще Джея. Там урна висит на Эмми Стоун. И... Наживает пока. Ну, там, правда, Дримкоил. И Ульчик пытается пока жить Дез Профит. Да, издувает. Жотом расконтролил как надо. Всех подкилил. Грейвен раздавал. И это 3 в 1. Браво. ВП возвращается в эту игру. ВП доказывает, что все-таки могут и не драться. Опять-таки, то, что убили Вичдоктора. Яма Стоун здесь Седой. Седой остался. Он тоже загулял называется, да. Ну, что ж ты так... Что ж ты так ошибаешься-то, Седуха? Еще самое то, что плохое для Виртуз Про, то, что спектра фрагов не делала, то есть, ну, особо много денег не подняла она. Так, конечно, экспо есть. Ну, 500 голды он там поднял за драку фактически. Ну, все, это неплохо. Ну, главное, не умирал, да. Да, да, да. Тут, опять-таки, ты тоже прав. 18-13 стал счет. Виртуз Про немножечко огрызнулись. И самое главное, что убили Баншу, несмотря на то, что всю драку она провела под экзорцизмом, все равно мы видим, не смог выжить у нас Джей. Но у него есть левель Шишнаджей. И у него сейчас появится еще один чудеснейший артефакт. Станет ли в этот момент этого драка переломным для ребят из Экзакрэйшн? То есть, они давили, они очень платворно так себе зарабатывали преимущество. Денежку за денежку себе просто... Нельзя останавливаться. Нельзя. Ни в коем случае нельзя останавливаться. Пока не останавливаться вроде бы. Но драку проиграли. Ну, да. Теперь как? Да, да. Ну, я имею в виду сейчас. То есть, надо все равно идти, ломать Т2 товара. В миде на топе просто. Юзается Экзорцизм, пошли ломать. Все, да, там год с БКБ. Вы теперь знаете, что он с БКБ. Окей, отлично. В прошлый раз Вичдоктора отдали, в принципе, ну, на ровном месте. Он стоял, его тавер бил, и он там кастовал ультимейт включен. Ну, такой. Он просто стоял один. Он как бы защищал всех остальных больше, чем нападал. И это плохо. Потому что Вичдоктор, конечно, тут в драках нереальное количество пользы будет переносить. Но будут ждать, пока БКБ, УДП не появится. Ну, ждать, ждать. Это не то, что нужно сейчас в X-Creation. Согласен. Ждать, это то, что нужно сейчас в Virtus.pro. И Virtus.pro с радостью. Минут 15 или 20 еще подождут. Они никуда не опаздывают абсолютно. БСЗ вот нашел себе комфортную линию, крипы возле его базы. Практически можно без проблем фармить. Конечно, опасается. Так, у меня что-то упало. Я сейчас... Если сейчас все пропадет, то извините, это виноват я. Я не знаю. Нормально. Я не знаю, у меня что-то упало. Так, отверение врывается. Хорошо, Кентавр нашли Седово. Есть там пит под Санельцем. Распирать будут в секунду. Не был рядом шотом. Йоу тоже не подоспевал. Йоу ему тоже не подставится. Йоу-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Тут как бы сейчас не потерять Т2 и Т3. Потому что... Ну, если и Пака, и Йоу не будет, Т2 надо забирать без экзорцизма и заходить на Т3. Вот это очень опасный момент. Ну, или вот так. Глип есть, надо юзать на Т3. Сейчас не надо. Крип есть, можно заходить. Еще есть ДД, а у нас Джей. Все правильно делают, поднимаются. Тут же крип. Опаснейший момент игры сейчас. Сбревают крипов. Как же подставились два саппорт-команды Virtus.pro. Гот не хочет собой жертвовать. Он не хочет подставляться, потому что можно умереть. Гот отраснули, успел! Это реакция, да. На момент был какой-то интересный. Как же сыграно-то? Неординарно, не тривиально. Ну, филиппинцы красавцы. Ну, бараки-то падают. Бараки-то падают. Падает один барак. И бежать назад. Блин, как они четко играют! Одна маленькая ошибка от Virtus.pro. И как же наказывают их за это? Красавцы и IP. И сейчас Артизи еще раз напишет твит в группе Dota. Одной фразой убил просто все. Артизи просто не верит, что бывают такие совпадения. Он мне рассказывал, что он не верит. Он считает, что мы жеребенку подстроили. И No Tail, когда вытягивал название команд, у него были вот эти шарики, где команды с группы A, они были подогреты. И он знал, что один холодный. Почувствовал, да. Он почувствовал и вытягивал. И мы специально подогрели их, чтобы сделать нам такую тяжелую группу. Я говорю, конечно! Конечно! Все против EG, конечно же, да. Мировой заговор. Ты что? Понятно. ЦРУ, расследование, все дела. Талантин БСЗ показал всем, что у него уже Сакрат Релик. Ну, слушай, да, действительно, я был неправ, когда сказал 35-ая минута. Появится, конечно, намного-намного раньше. Но за счет того, что в Virtus.pro неплохие драки все-таки проводили. Ну, суть в том, что да, появится и что? Ну, вот и что? Двух сторон. Если вилипинцам вообще нельзя сейчас... Вот сейчас тем более нельзя останавливаться. И вообще нельзя всю игру останавливаться. Вот сейчас получается такая же ситуация, как была у Virtus.pro с секретами, да? Зашли, снесли, а потом и что делать? А не ясно. А я вам скажу, что надо делать. Я вообще топовый аналитик Dota 2. Профессийный комментовач, как говорит Фаник. Забирать вышки и забирать Т3. Просто идти в тупую и забирать. И вот этому пацану надо собрать рефреша. На ДП. А вот этому пацану собрать Аганим на Вичдокторе. И все. А вот этому пацану собрать дезолятор. Дезолятор это кому? Это вот этому пацану. Виверу? Виверу, да. Да, но у него фигня осталась для дезолятора, так что все нормально. А забирать вот это вот нет смысла. Вообще никакого. Ну, возможно сейчас, конечно, надеется, что еще раз так Virtus.pro ошибутся. Вот буквально там кого-то подловят и будут сходить на хайграунд. Но Джей решает просто потратить один свой экзорцизм в барак. Ну, не знаю, стоит ли. Год прилетает. Получается Сайленс. Пытается Года развести на БКБ. Год. Ну, вот так вот издалека. И вот теперь ВП будут устраивать драку. Да. Есть, есть Родианс, есть Хаун. В случае чего обрывается. Йол. Проблема Йолы. Йол не в хастует абсолютно ничего. Нет Йола засейвили здесь. Джей в БКБ. И Кентавр в БКБ. Вообще плевать филиппинцам на БСЗ. Как же больно БСЗ. Это пытается уйти. А нет. У него Шеллоу Грейв уже потратил с животом. Пытается подхилить. Уходят что ли? Да ладно. Нет, нет, нет. Тут Фокс. Он его не отпустит. Драка продолжается. Здесь сбривает так же года. У года. У года нету денег для того, чтобы выкупиться. Да, закончился экзорцизм. Йол, еле биты уходят. Слушай, это БКДО. Уже нет, уже нет. Вопрос, хватит ли Селло, чтобы снести еще одну сторону. Ну два основных героя мертвы. И будут мертвы еще полминуты. Нет экзорцизма. Нет экзорцизма пуш силы. Нет Глифа. Надо идти сюда. Надо идти сюда. Не надо бояться. Уходят, уходят. Пушить нечем. Был бы дезолятор у нас у Вивера, тогда да. То есть под минус броней можно было очень быстро спушивать. Но так биться об стенку, грубо говоря, не захотелось. Опасно. Вот это жесть. 22.13. Графики, деньги вы видите. Экспа вы видите. Все в принципе ясно. Не ясно только смогут ли. Вот ты правильно говорил, что вот этот голый радианс вообще никак в Спектре не помогает. Был замес. Виртуспроб вдруг подумали, что с радиансом они намного сильнее. Но Спектра там получил один дабл эйдж и все практически. Да там четвертый вуду ресторейшн, который выхиливает все, что радианс бьет. Абсолютно все. Всем. И ДП бегает с ультом. У него вообще сейчас раз, когда будет зарядов. Ей вообще радианс ничего не будет делать. Опа. Спалился. Ёлл. Хороший смог атака. Могла бы быть. Ставит Сентривард. Убегает. Покс. И... Ушел. Красава. Просто молодец. Поискали его. Он уходит. Тем временем Минвайл и Сувьет Раша, как говорят в этих мультиках, на топе. Джей и Ив забирают последний в игре Tier 2 Tower. Последний преград это пути к хайграунду. Ну, пока они не спешат. Опять-таки тратить экзорцизм на Т2, конечно, очень не хочется. Поэтому стоит Джей вот так вот рукой его пилит. Ложкой колупает, скажем так, по чуть-чуть, понемножечку. Ну, куда он еще? Пока есть, да. Ну, тут будет драться, что ли, Virtus.pro. Лолл. БКБ. БКБ прожал. И года можно ловить. Год успевает БКБ. Потрачено все в года. Год не успевает убить никого. Седой. Ив. Ив должен погибнуть. Ив погибает. Идет Джей до конца против всех. Какой дэмэдж. Зарцы запотнял. Юл ставится в DeathSmart. У БЗЗ проблемы. Не выкиливает его Жодна, потому что он находился в совсем другом месте на себя. Он кинул Шулу Грейв. И это минус 3 сейчас будет. Там подняли в ветра у нас Жодна. Год уходит. Седой после байбека. Живой. 3 в 1. Экзорцизм до сих пор действует. И будет еще действовать. Секунд 10. Т3 Tower начинает проседать на топе. Седой в дефенсе. Изолятор есть, но он находится в стэше. Т3 успеет упасть. Т3 успеет упасть. Нет, есть лифт. Есть лифт. Оставят на бараке. Будет ждать у Гермага. Есть ультимейт. Пытается всячески оттянуть. Разор запрыгивает. Седой с прокаста. Хорошо. Минус 3D уйдет ведь Седой. Но Седой-то уйдет. На Т3 Tower упадет. Самое главное есть ТП. Добивает его Джей. Уходит отсюда. Следующий экзорцизм. Надо будет дефить голые бараки без лифа. И это плохо. И бросается год в погоню. Даже Седой. Тримкойл это нет. Чем цеплять? Кликоват находился и Йол. Форстафа тоже нету. В общем как-то такая сомнительная попытка была кого-то догнать. Но в итоге экзекрэйшн. Опять же молодцы. Т2 Tower, Т3 Tower забревают. Выигрывают замес. 30 минут игры прошло. И мы видим 26-15. AIP впереди в матче против Virtus.pro. И они очень близки к тому, чтобы создать первую действительно сенсацию этого лампинала. Ну, хотя... Ну, блин. Ну, как мы можем говорить сенсацию, если это чемпионы Азии? Ну, как? Это азиатские команды. Они всегда непредсказуемые и всегда очень хорошо играли. Да, ну... В прошлой драке у нас, по-моему, Бабай делал только один пак. Седой, да, делал только байбэк. Ну, с пик 3 нет. У Разора есть. Разор не знает, что ему конкретно надо собрать. Йол. Поймали. Мистик Флэр минус Йол. Ты посмотри на этого Фокса. Как он нарезает жестко. Такие куски отваливает. Просто жесть. Да, тут уже, конечно, Вивер тоже пьет очень больно. Итак, забрали Рошана. Забрали Аеги. Здесь прыгает! Шот! Он наезжет! Погибает! А если Седой помрет? У него же байбэка нет. Нельзя его отдавать. Ой, лол, что это? Ну, бывает, бывает. Ну, пытался, пытался прокликать. Молодец. Он очень правильно делал. Он понимал, что у него будет четверть секунды. И он пытался кликать на землю быстро. Один шанс на миллион. Не, ну он мог реально, если бы он его поднял. Вот это было бы, конечно… Тогда бы все обвинялись и того. Тебе контрил. Да, да. Но в любом случае у нас минус Даззл, у нас был минус Йол. Йол уже появился. Очередных два фрага делают очень быстрые AAP. Ну и по-прежнему они ничего не потратили. У них там все готово. Они вот-вот ждут, пока Джей подтянется и будут пытаться контестить еще раз бараки на топе. Да. И шансы у них, естественно, очень-очень хорошие. Вот она пятерка EXECUATION. И на дефе, конечно же, Virtus.pro. Один из решающих, наверное, замесов уже в этой карте. Да, я поднимаю немножко камеру, чтобы людям было немножко лучше видно все поле боя. Видите, кто где. Фокс зашел, ему надо уже начинать пилить понемножечку, конечно же, рейнджевой барак. Мы напоминаем всегда, что Каспер на лане – это вещь опасная. Поэтому не рисковал бы я на месте людей бить не рейнджевой барак. Не раздражайте, Каспер. Да, да, да. Не изводите его. А то вы же понимаете, что может произойти. Там такой очень интересный план ты посмотришь, что придумал. Ну, типа, да, план интересный. Мне больше интересно, как будет играть EAP. Или это будет просто вот этот план Гараста. Им на месте думаем. Или что это вообще будет? Да в наглую они будут заходить. Virtus.pro.pro, конечно, желательно подраться на нейтральной территории. Но они принимают противника на своей базе. Ну, Глифа нет. Бараки упадут просто. Что? Что? Он идет делать байбэк. Он идет делать байбэк. Он идет делать умирать и делать байбэк. Типа, и возвращаться с Хаунта. Но! Тут все фуловые. Вот он байбэк. Вот он Хаунт. И что дальше? Загнали Седова. Седова убили. Драка на две части. Тут отличный Десвар всю драку лупит. И там уже Фокс расстреливает. Вот он на себя Шелук Рейв. Убили Фокса, но это только первый раз. Минус два. Минус три. Минус четыре. Это ГГ. Вот это да! Браво! Тридцать три минуты. Тридцать три. Пятнадцать. Тридцать три минуты. Тридцать три. Ну ты посмотри на их спокойные лица. Они такие, ну окей. Ну вот там чувак по центру, конечно, счастлив, да? Ну да, да. Он доволен. Вот Кима снимает очки. Я говорю, все. Отлично. Пошло наконец-таки, да. Хорошо он сыграл на Вичдокторе. Да и вообще вся команда сыграла очень хорошо. Ну причем, действительно, они свой план-то выполнили. Они не стали задерживаться. Они давили. Как это нужно было сделать. И молодцы. Ну а для Virtus.pro, конечно, новости очень печальные. Потому что у них сегодня еще одна игра. Им играть против Secret Team. Ой, против Na'Vi. Против Na'Vi. Им еще играть против Na'Vi. И у них 0.2. И ты знаешь, вот победа над Na'Vi может запутать эту ситуацию в группе просто до беспредела. До тайбрейкеров. Да, до тайбрейкеров. Если, например, Virtus.pro выиграет у Na'Vi, да, то там может случиться, если Secret, например, всех переиграет. Может быть так, что трех команд по 1-2, переигровки. Ну, мы посмотрим, как это будет. Это все потом, да. Это все потом. Сейчас, возможно, мы пару слов услышим от кого-то из команды AAP. Если, опять-таки, Евгений найдет кого-то из команды AAP, кто согласится с нами пообщаться на английском языке. Я очень надеюсь, что найдет. Вот стоит на заднем плане, сейчас ловит, ловит. Он говорит, чувак, пошли пообщаемся. Ты знаешь что-то, да? Да, говорит, я знаю. Сейчас все расскажу, какое я сейчас. Жень, тебе слово, давай. О чем там? 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 Мы с этим коллективом сталкиваемся первый раз.